привет друзья добро пожаловать на мой канал как вы уже догадались сегодня речь пойдет об инструменте сейчас я вам покажу что у нас имеется инструмент и потом мы полностью об этом поговорим а инструмент у меня разный весь инструмент приобретался по ходу выполнения работ и разная когда я начинал строить свой дом у меня практически нет ничего по этапам строительства мы приобретали инструмент одно из первых моих приобретений было при строительстве дома это бетономешалка она у меня там в углу стоит работать до сегодняшнего дня приобрел я ее в 2015 году в принципе дом построили еще где-то на стороне она там давал людям работать ну ладно теперь пойдем дальше ребята когда приобретал инструмент было очень много выбора не сейчас как бы если сегодняшний момент но все зависело от ценовая политика инструмента я к этому вопросу подходил с такой точки зрения как долго я буду его эксплуатировать и естественно исходя из этого я уже по этому принципу прицеливался начну я допустим вот хотел бы обратить это ваше внимание на вот такую вот болгарочку маленькая болгарочка под сто пятнадцатый диск ребята это фирма хитачи к сожалению она вышла из строя у меня не работает здесь сдать ее в ремонт не предоставляется возможности если где-то я приеду в город я ее обязательно конечно сдам это модель g13sd влага защищенная приобретал я ее в эпицентре цена на тот момент это было 2014 год цена на тот момент 120 долларов работала она у меня ребята 6 лет в прошлом году она у меня заклинила я начал менять подшипники поменял подшипники но горят щетки горят щетки и я так подразумеваю что проблема с якорем то есть вот такой вариант турбинки маленькой я нашел в интернете продавал парень абсолютно новую он просил ее за 1600 гривен но я не успел ее приобрести я успел ее приобрести ну потом начал общаться с людьми такую взять я подошел по ребят которые занимаются гранитами гранитные памятники изготавляют у них там идет более жесткая эксплуатация но они говорят что на сегодняшний день самое популярное то что они пользуются это метабо метабо немножко цена была другая но следующим диапазоном чуть-чуть дешевле это была макита я работаю инструментом они так часто как гранитчики я приобрел макиту данная макита у нас модель g5030 используя ее совсем недавно сделано на румынии под 125 диск вроде бы как работает подбирала по таким параметрам чтобы более-менее удобно в руке держать вот так я пришел ну естественно что процессе постройки дома я приобрел также еще большую себе углошлифовальную машинку по 230 диск тоже вариантов было много вот данную машинку это фирма двт ребята она очень мощная ее мощность составляет два с половиной киловатта по 230 диск обороты у нее получая по моему 6000 у нее оборотов извините ребята 2 400 24 киловатта вот данную турбинку ребята я нашел через сванга и нашел я ее в ломбарде в ломбарде ломбард выставил ее на продажу ломбард находился в городе николаеве и купил я ее 1350 гривен то есть она была абсолютно практически новая ну это я ее приобрел в пятнадцатом году вот до сегодняшнего дня я ей пользуюсь то есть еще я ничего не делал не менял ни щетки ничего тут единственно если кто-то знает у меня есть такая фишка зажимать и можно повернуть ручку я никогда не снимался дел она у меня также я использовал у меня была самодельная станок для турбинки я делал варевого профильной трубы если кому-то интересно у меня есть на канале я пользовался этим станком довольно таки тоже немалое время у меня там только спил по 90 градусов стойка для турбинки и пользовался до того момента пока вот у меня не появился вот такая стационарная отрезная пила ребята сейчас я вам стационарная отрезная пила мне досталось и подарил подписчик подписчику огромное спасибо он не подарил только верхнюю часть и все остальное я уже дорабатывал основание фундаментную рамку я делал а так в принципе все родное я не знаю чей-то производитель потому что здесь нету никаких параметров она просто гола нету ни оборотов они все как правило идут двух киловаттный средняя такая мощность их не и обороты что-то в районе 3000 кВт 3000 оборотов по моему такое среднестатистическое и диск здесь состоит 350 пользуюсь я ее на данный момент она очень удобная кстати если у кого-то есть возможность такая не лепите не делайте эти стойки сразу приобретите опять же это все зависит от того как часто вы будете ей пользоваться если человек вышел себе на задний гор у него лежит куча металлона он посмотрел себе в интернете самую простую стойку турбинки и сделал себе потому что такой вот отрезной станок китайский будут стоить это в районе 100 долларов он дешевле не будет стоить а что-то получше допустим даже тот же уже даже тот же не так часто использует не пользуется не так часто ему нужен этот спил поделал 100 градусов то конечно нет смысла не обретать на такой инструмент можно просто в принципе купить такую недорогую дешевую это вот от подписчиков досталось еще раз скажу огромное спасибо дальше по ходу выполнения наших строительных работ мы добрались до крыши с крышей тоже такой вариант обстоял у меня крыша с металла шерепицы ну насколько ребята у меня на канале есть обзор я уже как-то раз говорил о данных кусочных ножницах и говорил о вреде реза металлопрофиля металлочерепицы про хвостила о вреде того что его пилить турбинкой мне говорят а что там тот свет где ты спилишь типа турбинкой он зажавеет но там под коньком ничего страшного да суть не в том что он поживет просто искры которые будут лететь от среза они могут повредить вакокрасочное покрытие на самом крови на материале вот это вот важно вот этот ножницы высечные ребята с ними тоже такая отдельная история была при покупке потому что я очень много искал мне попадалось в основном два варианта вот таких кусочных ножниц это фирма хитачи и магита ребят цена их не было на тот момент 350 400 долларов вот такие вот ножницы я нашел это кстати тоже купил на сайте на сайте в интернете нашел парник продавал практически они в коробке были все приобрел я эти ножницы за 1200 гривен я сделал крышу 200 квадратов ими полностью у меня крыша вальмовая четырехскатная сделал так же всю нижнюю часть подшивы забор делал у меня забор где-то метров сорок наверное больше сорока метров забор тоже так все подпилил резом они все работают и вопросов нет единственный момент ребята затупился полосом полосом затупился сам этот нож я не знаю что здесь за металл все он сделан видать какого-то твердого потому что я пытался его наточить но с обычными ножнаками не получается это сделать где-то куда-то сзади есть алмазный диск и алмазным диском могут его поправить но если не получится его поправить он продается как ремкомплект и можно его приобрести там цена его 300 гривен в интернете он есть такими же при изготовлении крыши нам понадобились вот такие вот ножницы и шуруповер шуруповер был приобретен вот такой фирмы ДВТ с двумя аккумуляторами думал пока одним аккумулятором буду крутить второй будет заряжаться это модель этого шуруповерта ABS 12 CLI ребята я скажу дело в том что что-то серьезное с ним не получится делать какую-то серьезную работу потому что я устал от него его надолго не хватает крутить крыльные шурупы самореза там плюс надо было сначала шурупы с буравчиком надо сделать отверстие крыльным покрытием и после всего еще надо закрутить этот крыльный саморез в доску либо грейку то есть надолго этого аккумулятора не хватало и я пришел к тому выводу что я пошел купил сетевой сетевой я купил недорогой купил дешевый сетевой шуруповерт он сейчас у отца отец им как бы использует его и как дрель и как шуруповерт то есть как бы у отца уже давно находится если для дома допустим цена этого шуруповерта сейчас я вспомню он идет в таком маленьком чемоданчике у него в комплекте два аккумулятора его цена 1800 иен да 1800 иен его это на семнадцатый год я не помню какой вкус не скажу какая цена в долларах бывает что-то серьезно с ним конечно вы делать не будете ну так по хозяйству в доме в квартире его вполне достаточно сейчас конечно немножко уже другие появились модели разных шуруповертов и по цене там как бы за 1800 генера будут на порядок даже выше модель можно будет лучше купить но то что касается данного шуруповерта вот такая вот эта история я кручу конечно уже от случая от случая и раз мы уже пошли по этой фирме давайте мы уже еще обратим внимание на фен фен у меня кстати тоже фирмы ДВТ я не знаю что то так как то она мне после 230 турбинки как то она мне так по душе пошла и в принципе я не могу ничего плохого сказать это как бы не дешевый я не сказал что то дешевый бренд но он и не самый дорогой вот данный фен я вообще продобрел за 550 гиль то есть мощность этого фена сейчас я вам это скажу здесь написано у нас 1600 ватт температура 500 градусов этот фен ребята я покупал для чего для усадки термокемриков то есть его задача основная была усадка термокемриков и потом когда у нас уже время дошло до отделочных работ мы делали образцы и применяли его для подсушки образцов ну так я его случай в случай применяю будь его в каких то условиях там где то что то нагреть ну вот так основная задача в принципе он все работал так как бы вопросов к нему тоже у меня никогда не возникало единственное что я расстроился ну как бы не расстроился в самой фирме ДВТ вот этой вот вибрационной шлифовальной машинке она тоже в принципе это не те деньги чтобы за нее расстраиваться как бы стоимость этой вибрационной шлифовальной машинки 700 евре у нее гарантия она идет в коробочке я как-то делал у меня на канале есть обзор конечно ребята более функционально и более наверное будет производительно что-ли лучше сказать так это наверное скорее всего будет у орбитальных шлифовальных машин у меня пока особо таких особенных задач глобальных чтобы использовать ее не было пока а такие конечно мелкие работы я и выполнял ну конечно но не тот ребята не фонтан не фонтан но брызги есть я не знаю есть конечно возможности и пожелания конечно ребята приобретайте орбитальную я думаю что от нее будет больше пользы и вы получите удовольствие от ее эксплуатации по данной я вообще никаких вопросов пока положительно ничего про нее сказать не могу как качество исполнения да хорошее работает да но работу то что она выполняет меня не устраивает конечно ну что есть то есть это не те деньги за которые нужно переживать что касается еще нашего инструмента у нас есть вот такая вот дрель это дрель ребята фирмы стайл 220 вес 2 килограмма ребята ну что я могу сказать ну вообще никакая вообще вот никакая ребята и работает она как-то непонятно вообще и тяжело и патрон не зажимается короче но не могу ничего хорошего о ней сказать ее цена невысокая но ребята не стоит нет смысла ее покупать вообще и вообще вы допустим если люди которые допустим хотят для дома чтобы в доме была какая-то дрель я бы конечно если вам там нужно какие-то для небольших задач ребята просто купите хороший шуруповерт с функцией сверления то есть его будет в принципе вполне достаточно вы этим самым убьете двух зайцев и сможете их просверлить и закрутить шуруп в этой дрели я конечно разочаровался мое разочарование заставило меня вечерами листать интернет и набрел я вот на такую вот дрельку дрелька фирмы дворж купил я ее за 1000 гривен она брушная у меня была она работает да она работает как бы тут работа конечно совсем другая по сравнению вот с этой это у меня такая она как лежит я только с нее более вытираю а вот пошла конечно немножко по-другому все конечно но опять же для более таких каких-то сильных работ у меня есть вот такой вот способ вот этот вот фирменный станок если кто-то желает можете посмотреть у меня на канале как я его восстанавливал я его приобрел на пункте приема металлона и купил его по цене металлона он был в таком немножко ужасном состоянии мы здесь опроизвели ему полностью очистили удалили старое лакокрасочное покрытие удалили ржавчину все это самое загрунтовали нет мы его сразу покрасили мы его покрасили заменили все болты заменили здесь подшипники заменили патрон заменили ремни дополнительно оборудовали его сейчас я более детально вам покажу покрасили мы его молотковой красочкой вот эти болты мы все заменили все смазали мы с лицом тут у нас вот так пиноль у нас ходит на пиноле произвели замену всех подшипников и дополнительно ребята я уже к нему сделал вот такое вот освещение вот такая вот у нас лампочка здесь стоит и мы вот так им пользуемся и родную кнопку я не нашел которая была кстати в интернете я искал так и не понял что это за модель этого сверлильного станка но он очень тяжелый этот вал полнотелый он не пустотелый и эта плита тоже она там практически тоже я бы сказал что она полнотела вот эта часть металла также полнотела ну я приобрел обычную кнопку вот такую старт стоп и вот такой вот станочек до этого станочка ребята я пользовался стойкой для дрели у меня на канале есть кстати видео как я его изготавливал стойкой для дрели ребята я пользовался наверное год год я точно ей пользуюсь и кто бы мне что не говорил что это все там у меня в комментариях есть такой пишут что там пару отверстий просверлишь и все и там дальше короче туда ребята ничего подобного я ей пользовался год и вполне себе она нормально себя вела то есть не было у меня возможности купить вот такой сверлильный станок но дело в том что я еще скажу что китайские сверлильные станки они стоят недорого они там что-то в районе там 70-80 долларов но китайские ребята я покупать не хотел я хотел найти советский старый советский сверлильный станок были там другие модели сверлильных станков но за них хотят ребята 10-12 тысяч то есть как бы такого плана у них вес правда где-то там что-то в районе 120 килограмм и опять непонятно что на картинке ты вроде бы как смотришь нужно понимать что когда берут свое и в каком он состоянии вот если вы найдете хороший то понятно что он будет стоить там 200-300 долларов он будет 400 то и 500 долларов стоит но в 500 долларов я не готов отдавать сверлильный станок а пользовался я для сверлильного станка я использовал конечно стойку с интерьерами кстати сейчас я вам ее покажу отказаго это che и и и это и и и Вот такая, ребята, у меня стойка для дрели. По мне мне было с ней очень комфортно, удобно. В качестве основной части для сверления я использовал вот такой вот дрель-миксер, я ее сюда вкручиваю. Вот так я ее и пользовался, если кому-то интересно, ребята, заходите на канал, смотрите, делайте, пользуйтесь на здоровье. Так, убираем эту часть в сторону. Вот таким миксером я пользуюсь, это мощная, она почти киловатт, по-моему, даже больше киловатта она имеет, 1000 оборотов, сейчас вам скажу более точно, 1,1 киловатт. Я миксер включаю себе, венчик сюда зажимаю, ребята, милое дело себе, бук-бук-бук, ведро клеят, ведро, чтоб клетки я себе замешал. То есть нет смысла брать более дешевую, не то что более дешевую, менее мощную дрель для того, чтобы мешать, как бы какие-то, приготовлять смеси для каких-то работ. Так что, вот такие вот инструменты мы использовали. Ну, теперь, немножко я бы хотел поговорить о данном сварочном аппарате. Данный сварочный аппарат у нас сервис Джерард. Приобрел я его в 2014 году. У меня был такой разовый заказ. И, в принципе, с одного заказа он накупился сразу. Работает он до сегодняшнего дня, все хорошо как бы. Единственное, что появился какой-то свист. Вот когда я включаю, не в тот момент, когда я говорю, а он просто бывает, появляется, исчезает, появляется, исчезает. То есть я как-то его открыл, визуально посмотрел, визуально ничего не понял. Ну, я думаю, что где-то, скорее всего, связано с электрической частью. Может где-то какая-то плата, либо конденсатор какой-то. Так, он у меня внутри полностью чистый. Нет в нем пыли. Но, меня как-то спрашивали знакомые, что можешь посоветовать. Вот и пользуйся. Ну, ребята, я советовал этот Gerard MMA 200 Pro. Но, дело в том, что, ребята, на сегодняшний день, как говорят, что, вроде бы, качество ихнее уже не то, что раньше было. Ну, вообще-то я, допустим, если какой-нибудь даже инструмент, ребята, когда приобретаю какую-то там фирму, какую-то модель, если не сложно, просто яд на вашем месте, ну, сходите в какую-то мастерскую. Ну, посоветуйтесь, там, в ремонтную мастерскую, где занимаются ремонтом инструмента. Вот какой инструмент меньше всего приносит, он тут больше всего и работает. Вот этот сварочный аппарат, конечно, очень хорошо. Я доволен, конечно, его, он у меня до сегодняшнего дня работает. Но, я его уже на сегодняшний день, ребята, практически им не пользуюсь. Я им пользуюсь только в тех случаях, если мне где-то надо далеко куда-то что-то пойти заварить. Если где-то по месту, ребята, у меня есть вот такой вот аппарат. Вот оно. Вот этот вот аппарат, ребята, это обоавтомат. Он также варит и электродами свар, и электродами варит. Можно варить плюсовые пробки. Это, ребята, знаете, как хочу сказать, если вы после Жигулей сели на иномарку, вам просто после иномарки у Жигулей не хочется садиться. Так и с этим сварочным аппаратом. Я попробовал им варить. Мне настолько это все понравилось, ребята. Мне просто к тому уже нет желания его доставать. Ну, я его достаю, конечно, в случае необходимости. А так, конечно, этим аппаратом вообще. В принципе, мне нравится, как он варит. Пробовал, ребята, варить на этом аппарате без газа. Флюсовая проволока, ребята. Ну, что хочу сказать. Флюсовая проволока, это полная. Так сказать. Потому что, я не знаю. Все его у того и того спрашивают. Отлично. Я вообще говорю, проблем никаких нет. Ну, не то. Кто бы мне что ни говорил, я пробовал ее варить. Ну, кто вот именно плюет и все. А когда уже начал варить с этой, вообще все дешево. Ровненько, все лентярно, все классно. Вообще супер. Это аппарат мне. Я его приобрел по цене 4400 гривен. Ну, да. Естественно, конечно, цена его, этого аппарата в квартире, конечно, или где-то для частного дома вполне его достаточно. Но, опять же, исходя из того, чем вы будете заниматься. Конечно, он дополнительно какие-то затраты понесет за собой. Потому что для него нужно покупать отдельный баллон углекислый. с углекислотой вон. У меня баллон я отдельно покупал. Вот. Баллон с углекислотой. Отдельно к нему нужно покупать еще шланг. Ну, тачечку я уже сварил ему, так сказать, для его мобильности уже сварил ему сам тачку. И им я очень доволен. Варить профильную трубу с ним просто супер, просто сказка, ребята. Какие проволоки я покупаю бобины по 5 килограмм? Ее хватает за головой. Это все надо считать. Мне кажется, что им, я бы уже пачки, наверное, 2 электрода бы сходить. 100%. То есть, опять же, проволока сколько стоит? В районе там 180-200 гривен 5 килограмм проволоки себе купил. Баллона, кстати, тоже надолго хватает. Я этим баллоном уже пользуюсь сразу 2-4 месяца уже пользуюсь этим баллоном. То есть, в принципе, там еще на месяц вполне его достаточно. Я не варю так часто, конечно, как где-то его там на каком-то потоке его использовали. Но суть в том, что вы получаете удовольствие от работы. Ну, это, опять же, на любителя. И где-то в сентябре месяце я делал вот обзор вот на такой вот интересной фрезе, ребята. Мне писали, конечно, там, что это реприка, это там туда-сюда, короче, это говно полное и тому подобное. Ребята, ну что я могу сказать? Я уже в том ролике, когда я делал на него обзор, я уже говорил, для каких целей я его брал. Прошло у нас уже 4 месяца. Я изготавливал им садовые качели, делал деревянные изделия, обрабатывал. То есть, у меня не стоит, у меня не мебельный цех, у меня нету так, чтобы он у меня даже не остывал. Я себе случай от случай. То есть, для каких-то точечных работ, я, к примеру, иду не таким, что вы с утра и до вечера зарядились с ним. Или он постоянно у вас там замки, вы с ними врезаете, стоите в каком-то цеху и постоянно врезаете замки, там, петли и так далее и подобное. Ну, либо какие-то края там постоянно обрабатывали. Для тех целей, которые он мне был нужен, я его приобрел. Я не хотел покупать профессиональную. Мне нет смысла ее покупать. Я не такой профессионал, я не зарабатываю. Если вы зарабатываете именно мебель, то, конечно, вам есть смысл купить профессиональный макет. А если вам так какой-то край доски обработать и какую-то там вагон ДСП какой-то лист, либо какого-то ДВП листа, там, МДФ, пройти, красить, сделать какую-то красивую определенную фрезу. Ну, смысл вообще переплачивать, я не знаю. Я его купил, ребята, с тремя насадками. Сейчас я вам скажу, он в комплекте, ребята, шел за 1500 гривен с двумя насадками. Я его взял за 2500 гривен, я заплатил за третью насадку. Третья насадка у меня наклонная. Ребята, я ни разу ей не пользовался. Я не знаю, может в дальнейшем она мне пригодится, но пока 500 гривен я просто выкинул. То есть, нет смысла. В принципе, ее отдельно можно докупить, эту третью насадку, к примеру. Ну, я думал, в принципе, знаете, как заказывать через интернет, ну, один раз все равно платить за доставку. Ну, думаю, уже мало ли что. А так, как показывает практика, у меня в ней необходимости нет. Если такая же большая необходимость будет, вы можете себе ее доказать. А можно ее просто взять с одной насадкой, вернее, с двумя насадками, как она идет в комплекте. Работает вполне достаточно, все хорошо. Я с ней даже, у меня попадался зеленый лес. Его сейчас зеленого леса, это процентов 80-90, наверное, идет. И она себе там спокойно гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул. И вообще, как бы, в плане того, что надо покупать инструмент в зависимости от того, как ты им будешь пользоваться. Понятно, что есть какие-то такие случайные моменты, что можно по хорошей цене. Но это дело случая, бывают какие-то распродажи, какие-то акции. Можно, конечно, по недорогой цене приобрести хорошие инструменты. Конечно, в таких случаях есть возможность, желательно не экономить. Ну, опять же, начнемся к тому, смотря для чего он нужен. Мне нужен был рубанок. Я брал у своего брата как-то рубанок. Постоянно, как бы, взял. У него рубанок фирмы Interstool. Он довольно-таки тяжелый, ребята. И я когда с ним работал, мне постоянно, как бы, в руках. Ну, еще фишка мне не понравилась, ребята, то, что постоянно ножи. Ножи надолго не хватает. Комплект на же 130 гривен. Очень быстро они выходят из строя. Не знаю. Этот я нашел в Николаеве. Тоже через интернет нашел в этом магазине. Где, как бы, сдают весь инструмент. В ломбарде, кстати. Они с ломбарда выставили его на продажу. Они по предоплате. Я отправил предоплату 200 гривен. Купил я его за 800 гривен. Это фирма WebTaker. 17-й год он производством. Ну, как он был, как он работал, я не знал. Я пришел на новую почту. Включил все. Крутится верстится. Все хорошо. Так, визуальный осмотр сделал. Вроде бы целое. Ничего не помятое, не побитое. Планочки вот этой регулировочной не было. Он просто так. В целлофановом пакете его передали. Ну, в принципе, как бы, ножи стоят родные. И до сих пор я с ним пользуюсь. Тоже не так часто. Но я им пользуюсь. Но еще одним моментом, ребята, я бы сегодня хотел бы рассказать. Мы немножко затронули тему шуруповертов. Что мы говорили. Я когда-то очень давно, я не знаю, наверное, 2011 год. В 2011 году, ребята. Я когда-то приобрел себе вот такой вот шуруповерт. Он на два аккумулятора. Служил мне вера и правда. Я этим шуруповертом очень доволен был. Отработал он у меня. И скажу, до того, как умерли аккумуляторы, лет 8, наверное. Может 7. Он сейчас вообще уже мертвый. Был у меня такой инцидент с ним. Он у меня немножко упал с высоты. Перестал он у меня работать на крыше. Когда мы начали делать. Даже не на крыше. На крыше он еще работал, но он и так сильно крутил. Мы его где-то на одном объекте упустили с крыши. И он упал в аккумулятор вниз. И тут жила такая вот трещина. Этот шуруповерт еще старого образца. А то модель его GCR 9.6-2. Профессиональный. Вот такая вот зарядка к нему, ребята, идет. Очень я, кстати, был им доволен. Встал вопрос, допустим, я хотел менять ему аккумуляторы. Аккумуляторы стоят как новый шуруповерт. Ну, пока так лежит. Делаю случай. Я, может, когда-нибудь куплю вот эти сами элементы. И когда мне совсем скучно будет, постараюсь ему вернуть жизнь. Вот такой вот шуруповерт у меня, кстати, был. Есть, но не работает. И еще из старого, то, что у меня до сегодняшнего дня работает. И старого инструмента. Это у меня вот такая вот макета, ребята. Это пефоратор. Модель этого пефоратора HR 2470. Он у меня прошел несколько объектов. До сегодняшнего дня он у меня потрепанный вот такой вот. Резиновые проставки у меня здесь погрызаны уже, как бы, в этом плане. Но он до сегодняшнего дня у меня все работает вообще супер. Это резиновые проставки у него здесь порвались. Были такие места, куда его сильно запихивали. То есть ему именно такие щели запихивали, что... Кстати, я скажу, еще хочу, ребята, такое сказать, что я его ни разу еще не открыл. Это 2013 года модель. Купил я его вообще случайно. Я пошел, как бы, это самое, работал в одном кооперативном поселке. Там, где далеко от этого поселка, был городок такой. Ну, как-то это было, по-моему, дело к выходным. Мы пошли просто прогуляться. Я пошел постричься. Зашел в магазин. Потом, ну, стоял в стороне. Ну, потом мы как-то разговаривали с этим препаратом. Женщина говорит, я их взял, у меня 5 штук было. И четыре забрали, а вот этот вот последний остался. И если вы его заберете, я вам его отдам по закупочной цене. Но закупочная цена состава на тот момент 90 долларов. Я там так еще сидел думал, брать не брать, брать не брать. Короче, забрал его за 90 долларов. Я не жалею ни грамма. То есть, как бы, он все работает. Ну, опять же, дело смысла. У меня как-то я покупал китайский бифоратор фирмы Forte. Он у меня просто отбился на одном объекте. Я купил бифоратор. Сейчас вам скажу, я его купил за 36 долларов. Цена бифоратора 36 долларов. Мы устанавливали, монтировали плинтус. Нам нужен дрель. Дом монолитный. Дрель неударная, дрель нам не помогла. Было принято решение купить бифоратор. Ну, хорошее покупать не хотелось, а потому что, ну, не знаю, где будем применять его. Ну, плинтуса там. Хозяин готов установить плинтуса. Ну, вроде бы ничего сложного нет. Ну, надо сверлить бетон. Купили за 36 долларов пифоратор фирмы Forte. Он, ребята, отработал у нас. Он в первом же, на первом же объекте. Мы на нем вернули все свои деньги. Были еще какие-то мелочные работы мы по нему сделали. Мы заработали там еще. И самое интересное, что я его дал человеку. Там человек еще дать мне там где-то что-то по мелочам надо сделать. Я дал этому человеку знакомому. Знакомый дал какому-то своему знакомому. И, короче, этот пифоратор уехал в страну потерянных вещей. Вот такая вот история у того пифоратора. Ну, год прошел, год он отработал. То есть, в принципе, может есть смысл убрать недорогой китайский пифоратор, которого гарантия на год и за пару объектов он себя отобьет. Просто если на этом менять якорь, он будет нормально денег стоить. Я не знаю сколько, но нормально денег будет стоить. Ну, а так, короче, сегодня я вам, ребята, рассказал о том инструменте, которым я пользуюсь. И это мой личный опыт, это мои выводы. И как бы понятно, что... Есть, конечно, на это дело можно говорить много. Потому что есть любители, которые покупают себе дорогой инструмент, а они им практически даже не пользуются. Ну, опять же, это дело каждого. Некоторые переплачивают за бренд. Некоторые просто, чтобы было. Некоторые покупают, приезжают на объект. У них дорогой инструмент, а уровень их работы вообще. Сейчас я смотрю на последний, на сегодняшний момент. Очень популярно становится электроинструмент, который, ну, кортлессы идут. Кортлесс это, типа, беспроводной. Я имею в виду, что аккумулятор. Уже начали даже те же дисковые пилы на аккумуляторах идут. Уже шуруповерты, там, дрели идут. Все уже, как бы, вот такого плана идет уже на... Турбинки уже идут на аккумуляторах. Ну, опять же, аккумулятор, он выйдет из строя. А произвести замену его, мне кажется, что будет по цене нового. По цене приобретения нового инструмента. Вот такой краткий у нас сегодня получился видеоролик по инструменту. Я поделился своим личным опытом. Вы можете написать в комментариях какие-то свои. Может, у вас какой-то свой инструмент. В этом ролике я не рекламирую какой-то определенный инструмент. Потому что каждый свой инструмент предназначен для своих целей. Ну, и каждая фирма, естественно. Опять же, смотря отталкиваться на ваше материальное положение, что вы можете себе позволить, исходя из этого. И для каких целей он вам нужен. И стоит ли вообще переплачивать. То есть, я по своему опыту пришел, что какая-то часть инструмента у меня более дорогая. Ну, опять же, большую часть дорогого инструмента я приобретал по такой, как бы... Я бы сказал, что только сказать, что по специальной цене, как бы... Скажу так, по случайности. Более дорогой инструмент тут у меня приобретен именно по случайности. То есть, делайте, ребята, что-то. Покупайте инструмент, если кому-то в этом необходимость есть. Я думаю, что сделанное своими руками всегда доставляет удовольствие. Закратите на мой канал. У меня есть видеоролики. Я делал обзоры на компрессор. Также у меня был случай по компрессору. Ребята, я приобрел новый компрессор фирмы Сталь. Я приехал домой. Я его заказал в интернете. Он в интернете шел по акции с комплектом шланги, пулевизатор, шланг для накачки колес, манометром, пистолет для воздуха и пять метров шланга. Пять в одном. Я приобрел этот компрессор за две с половиной тысячи гривен. Приехал, забрал его. У меня такое ощущение было. Я был очень доволен. Ну, как-то получилась такая история, ребята, что он у меня стоял возле кастрюли. Старая советская кастрюля на 30 литров. И он у меня рядом стоял. Я так визуально начал смотреть, смотрю, что кастрюля на 30 литров больше, чем ресивер на 50 литров. То есть, я его даже не запускал, даже не работал. Только включил, проверил. Он чуть-чуть там воздуха набил. Все. Я его вот так запаковал. Я его выставил на продажу. Я продал его за тысячу девятьсот гривен. То есть, я его выставил на продажу. Люди позвонили. Я им отправил, они забрали. То есть, как бы, в принципе, довольненько. И я уже приобрел, был уж на себе. Взял компрессор с этим самым, с ресивером на 50 литров. Где написано 50 литров. И он имеет 50 литров. Я взял компрессор фирмы Форте себе. И вполне, в принципе, я очень им доволен. А на сегодня все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новой встречи. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok